Приехал на наш объект, на котором мы делаем зимний монтаж, где хочу лепиться. Хочу вам показать вот эти вот коттеджи, вот этот коттедж, вот этот коттедж. Посмотрите, какое большое количество сосудек висит. Это говорит о том, что крыши очень плохо утеплены, тепло выходит сверху на кровельное покрытие, снег тает, замерзает, тает, замерзает, образуются вот такие вот большие сталактиты. Все коттеджи, на всех, вернее, коттеджах такая вот проблема с некачественным утеплением крыши. Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика 6 правил, которые вам нужно выполнить для того, чтобы ваша крыша была самая энергоэффективной и самой теплой. Буду все примеры показывать на своем доме, для того, чтобы вам было более наглядно и более понятно. Правило номер один. Когда вы проектируете дом и собираетесь его строить, старайтесь так, чтобы ваша крыша была максимально простой. Если посмотреть на мою кровлю, то крыша у меня двухскатная. Но, несмотря на то, что она двухскатная, здесь все равно есть определенные нюансы, про которые я вам сейчас буду рассказывать. Практически все работы по утеплению, они выполнены, оставили одну комнату для того, чтобы максимально вам показать эти нюансы, про которые я сейчас буду рассказывать. Несмотря на то, что у меня крыша двухскатная, пролет у меня, вот если брать от точки опоры до точки опоры, от мурлата до конькового прогона, у меня пролет 5 метров. Соответственно, конструктор мне просчитал стропильную систему 250 на 50, вот сухая строганная доска. Если бы я использовал обычную доску 200 на 50, то мне нужно было ставить либо ригеля, либо нужно было какие-то подборные либо прогоны, либо столбы, чтобы у меня крыша не прогибалась. Так как я занимаюсь кровельными делами, зная эти нюансы, я просил конструктора посчитать так, чтобы у меня не было никаких дополнительных элементов, чтобы крышу было максимально просто утеплять. Соответственно, расстояние практически от стропилы у меня идет 60 сантиметров, но там округляем. Единственное более широкое расстояние у меня вот здесь вот. Здесь расстояние от стропила до стропила 82 сантиметра по внутренней стороне, если смотреть, потому что здесь будет мансардное окно. Всего мансардных окон у меня будет 5, они будут в каждой комнате. То есть раз, два, три, четыре и здесь, вот здесь будет лестничный марш, соответственно, такая темная зона. Мы решили сюда тоже установить мансардное окно. Соответственно, когда я проектирую крышу, я этот момент учитывал. Я уже изначально знал, что у меня будут мансардные окна, поэтому я сразу расстояние сделал между стропил более широко. Соответственно, когда я использую строительные материалы, вот, я этот момент должен учитывать. Соответственно, утеплитель, который у меня идет на более широкую часть, я беру специально. У меня здесь утеплитель используется, ну, вернее, два вида утеплителя. Это урса-тера скатная кровля и урса-тера. Сейчас я вам покажу вот этот утеплитель в развернутом виде. Видите, Жор, давай порвем упаковку. У нас рулон. Открываем упаковку. Это у нас 200-ка, правильно? 200-ка, да, утеплитель? У меня в доме есть 150-ый утеплитель и 100-ый и 200-ый для разных задач. Вот это конкретно 200-ый утеплитель. Вот так он выглядит. Видите, несмотря на то, что он был в рулоне, за счет того, что этот утеплитель делается по технологии Шпанфилд, в переводе с немецкого упруги, вот, его сжимают в термоупаковку, когда ты его развертываешь, за счет того, что он упругий, он сразу восстанавливает свою толщину. Ну и дальше, например, вы замеряете ширину стропила отсюда до сюда. Получилось у вас, например, 600 миллиметров, да, вы берете плиту 610, соответственно, отрезаете, отрезаете этот размер и вставляете его в каркас. У вас, получается, из одной большой плиты вы делаете несколько плит размером поменьше. Давай сейчас попробуем, Жуар, попробуем показать, какой-нибудь маленький участок. Давай вот этот сделаем, например, просто показать, как он встает. Значит, высота каркаса у меня 245, значит, у меня конкретно сюда пойдет утеплитель. Ну, если мы будем использовать 200-ку, да, это 200 миллиметров, потом еще полтинник миллиметров, 50 миллиметров вернее толщина, и поперек я еще буду нашивать брусок 50 на 50, то есть в общей сложности у меня вот этот скат будет утепляться в 300 миллиметров. Сейчас мы один небольшой вот этот участок отрежем, вставим его сюда, я вам покажу преимущество, преимущество этого утепления. Вообще, в стандартном варианте, в стандартном варианте, стропила обычно идет 200 миллиметров, поэтому для 200-ки это вообще идеальный вариант. Сколько там расстояние у нас получается? 58 с половиной. 58 с половиной. 58 с половиной. 58 с половиной. Вот у нас получилась вот такая вот плита, шириной сколько вы там отмерили? 58,5 см, да, взял запас? Ну, грубо говоря, 60 см шириной, метр двадцать длиной, мы его вставляем в каркас, вот, все у нас встает, идеально держится, сразу 20 см толщиной, соответственно, дальше нарезаются такие же плиты, вставляются в каркас, и его дальше даже не нужно дополнительно как-то приматывать ниткой, потому что за счет того, что здесь ширина 20 см, она очень хорошо держится в каркасе, если бы у меня стропилка была бы 20 см, то есть этот утеплитель был бы вообще для меня очень идеальный. Сверху обязательно используйте диффузионную мембрану, у многих есть ошибка, используют обычную пленку, вот, которая не подходит для того, чтобы использовать ее именно в мансардной части. Вот, это диффузионная мембрана, очень хорошая пленка Delta Max, даже с антиконденсатным слоем, если посмотреть вот на эту фарсистость, вот, используйте обязательно такие пленки, к этой пленке можно утеплитель непосредственно вплотную ставить, никаких конденсатов, никаких проблем не будет. То есть максимально старайтесь делать простые конструкции, чтобы потом, когда монтажники будут утеплять крышу, чтобы им было это делать проще. Также в конструкции крыши я использовал конструкционные саморезы, так, чтобы не было здесь никаких дополнительных спилей, которые мешают качественному утеплению. Это тоже желательно учитывать, чтобы процесс утепления был максимально простой. Вот так вот быстро у нас получается крепеж. Сверху и снизу у нас две точки крепления. Крепим в карнизном свесе, под углом 90 градусов, перпендикулярно стропилам. Немного его углубляем и у нас получается конкретный такой крепеж. Две точки опоры. Вот так вот быстро с помощью конструкционных саморезов можно крепить стропилену к моерла. Подготовили специальный деревянный шаблон, запилили его под углом 45 градусов, чтобы он дал первоначальное такое направление саморезу. Сейчас закручиваем немножко саморез. Все, у нас пошло направление. Убираем шаблон и теперь закручиваем этот саморез. То же самое мы сейчас отмеряем там несколько сантиметров сверху и будем закручивать саморез с другой стороны. Подставили шаблон, ставим саморез. Угол у нас, направление есть и дальше закручиваем саморез. Вот так вот быстро они у нас прикручиваются. Таким образом мы делаем ферму и соединяем наш коньковый прогон, вот эти вот четыре доски между собой. Правило номер два. Вам нужно задумываться об этом участке. Я его называю зоной маур-лата. Потому что, когда вы будете монтировать пароизоляционную пленку, вам обязательно пароизоляцию нужно приклеивать к каменной части. Здесь вот если убрать этот утеплитель, вот здесь вот есть деревяшка, пароизоляционную пленку приклеивать не к этой деревяшке, а обязательно вот сюда вот, к этой части, чтобы вот замкнутый контур получился. Если у вас будет высокий маур-лата, соответственно у вас сразу возникает проблема, как вот эту часть нужно будет отделать. По факту вот эта часть у меня, если посмотреть с другой стороны, она у меня, давайте возьмем фонарик, она на самом деле у меня высока. Здесь вот видите узко, а здесь вот много, здесь вот сложность сантиметров где-то 15-20. Поэтому, чтобы избежать, ну не избежать, а уменьшить, уменьшить вот эту высоту, я сюда вставлял газобетон небольшой толщины, по-моему, сантиметров 10. И, соответственно, все воедино заштукатурил, именно на ту высоту, на которую мне нужно. И уже пароизоляционная пленка, видите, вот идет клей, пароизоляционная пленка будет приклеиваться вот к этому, вот к этому клею, для того, чтобы контур был замкнутый. Сразу задумывайтесь вот, вот об этой высоте, у многих эта проблема есть. Поэтому нужно решать ее сразу, чтобы потом вам не приходилось какими-то декоративными бордюрами все это дело закрывать. Я конкретно эту проблему решил газобетоном изнутри, небольшой толщины, приклеил, приклеил ее к основному газобетону, да, у меня дома за газобетону. Вот, и теперь у меня вот эта зона мурлата, она невысокая. Правило номер три, которое вам желательно сделать, это сразу отштукатурить стены. Как вы видите, у меня все стены отштукатурены уже, и пароизоляционная пленка приклеивается именно к штукатурке. Это самый идеальный вариант, потому что контур получается замкнутый. Если, например, вот как в моем случае, у вас стена из газобетона, и вы приклеиваете пароизоляционную пленку к газобетону, то это не самый идеальный вариант, потому что, возможно, между тех мест, где блоки приклеены, какие-то неровные места, и через эти места у вас теплый воздух будет выходить в конструкцию кровли. Это не очень идеально. С точки зрения максимального такого, максимально качественного варианта, пароизоляционную пленку лучше всего приклеивать к штукатурке. Соответственно, когда вы собираете коробку, этот момент желательно учитывать, чтобы штукатурные работы делались летом так, как у меня. И я уже пароизоляционную пленку и утепление крыши делаю в более холодное время, у меня уже голова не болит, я уже знаю, что я буду приклеивать пароизоляционную пленку к штукатуренной части, и это будет максимально качественно. Правило номер четыре – это влажные работы зимой. В идеале вообще не делать никаких влажных работ. Все работы перенести на весну, когда уже тепло, когда нет перепада температур. Но иногда такое бывает, что не получается этого сделать. Поэтому, если у вас будет ситуация так, как у меня, когда мне зимой будут делать теплые полы, соответственно, будет сверху на теплые полы идти стяжка, большое количество влажности, нужно сделать следующий момент. С точки зрения утепления крыши, я сейчас говорю, нужно использовать качественную пароизоляционную пленку, которая обязательно должна быть везде проклеена. Но, как вы видите, у меня все стыки пленки проклеены. Также пароизоляционная пленка должна обязательно быть приклеена к стене. Здесь у меня используется клей Delta TX VDR, лента, мультибанд. Все скобы у меня закрыты. Конечно, потом здесь нужно будет использовать шаговую обрешетку. Обычно мы используем сухая строганая доска 95 на 20. Но так как у меня будут влажные работы идти, я боюсь, что она покроется плесенью или грибком. Поэтому сейчас, пока я обрешетку не делаю, после влажных работ я буду уже установить обрешетку, буду делать отделку. Также рекомендуется, вот у меня окна здесь большие, они открываются. Соответственно, каждый час примерно где-то на 5 минут окна открывать и проветривать помещение, чтобы максимальное количество влажности уходило в окна. И чтобы в целом конструкция оставалась сухой. Я думаю, что с такой паразолюционной пленкой у меня проблем не будет. Это на тот случай, если у вас пленка может быть попроще, можно перестраховаться, открывать окна, чтобы у вас влага выходила. Если вы хотите максимально качественно сделать, ну первое, лучше влажные работы перенести на весну, но если так не получается сделать, обязательно используйте правильные паразолюционные пленки, очень качественные, которые везде должны быть проклеены, чтобы конструкция получилась максимально герметичной. Если этого не сделать, то тот пар, который образуется в помещении, будет попадать в кровельный пирог и там при перепаде температуры он будет конденсировать и у вас будет очень много разных проблем. Поэтому это правило очень важное для качественной кровли. Правило номер 5. Это проклейка паразолюционной пленки. Паразолюционную пленку нужно проклеивать не только с точки зрения влажных работ, но и с точки зрения герметичности конструкции. Если у вас в доме нормальная влажность, там 40-50%, то если вы не проклеите паразолюционную пленку, вот эти пары будут попадать в конструкцию кровельного пирога и у вас могут быть определенные проблемы. Как нас учили в учебных заведениях, если у вас паразолюционная пленка проклеена правильно везде, сделана, можно сказать, идеально, то на 1 квадратный метр в кровельный пирог попадает где-то 20 грамм водяного пара. В целом, для кровельного пирога это никакая не проблема, потому что тот пар, который попал в конструкцию, он выходит дальше за счет диффузии. Через диффузионную мембрану и за счет того, что у вас есть вентилируемый зазор, там минимум 5 сантиметров, то есть у вас воздух ходит по контррейке и все эти пары вытягивает. Если, например, вы не проклеили 1 погонный метр паразолюционной пленки, то у вас в конструкцию кровли может попасть 360 грамм водяного пара при влажности 50%. Ну, намного больше, то есть 20 грамм на квадратный метр и 360 грамм на погонный метр. Поэтому, если вы хотите сделать максимально качественную конструкцию герметичную, паразолюционную пленку нужно обязательно проклеивать. Правило номер 6. Это делать замкнутый контур утепления со стороны фронтонов и со стороны карнизов. Замкнутый контур это когда у вас кровельный утеплитель, видите, у меня вот здесь утеплитель торчит, будет соединяться с фасадным. Если вы будете утеплять фасад, а я свой фасад утепляю, у меня дом из газобетона, который будет утепляться 50 миллиметров минераловатным утеплителем по деревянному каркасу, я буду утеплитель, который идет по фасаду, соединять с утеплителем, который у меня идет из крыши. Вот здесь, вот видите, везде у меня утеплитель, соответственно, контуры будут замыкаться. Когда я учился в инстуке пассивного дома, этот принцип называется принципы карандаша, то есть контуры утепления замыкаются между собой и конструкция получается максимально энергоэффективной. Поэтому, если вы продумываете утепление стен, утепление крыши, соединяйте контуры между собой, тогда у вас будет максимально тепло, не будет мостиков холода.